Привет, меня зовут Даша и мне пришла книжная посылочка из магазина Labyrinth.ru Обычно я стараюсь там не заказывать, потому что там ценники выше, чем, например, в том же Leedru. Но там были грандиозные рождественские скидки, я их сравнила со скидками, ну, с ценниками других интернет-магазинов и получилось все очень угодно, поэтому я все-таки сделала исключение из правил и заказала, и сделала заказ. И я сейчас пытаюсь собрать все книги, которые издал Крапиин, и заказала книгу «Роженосец. Кашка». Оформление такое очень-очень резкое, мне даже немножечко неловко за то, что я читаю такие книги, хотя я никогда не принадлежала числу тех людей, которые считают, что Крапиин детский писатель, но оформление очень детское. И того же автора книга «Я больше не буду» или «Пистолет капитана Сундукера». Далее, заказала Данцовой книгу «Я очень хочу жить». Мой личный опыт, она уже болела раком одно время, слава богу, операбельным. Мне, я когда только-только начинала снимать свои книжные видео, то одна моя подписчица советовала эту книгу, но я ее не смогла найти у себя в городе. Мне даже не пришла мысль заказать ее в интернете. Тут я листала перечень книг, на которые скидки. Увидела книгу Данцова, которую я не читала. Посмотрела на название, вспомнила, мне же ее советовали, мне же говорили, что она что-то потрясающее, волшебно-невообразимое. Пишет она здесь совсем не так, как свои детективы. Я поверила своей подписчице, потому что у меня есть книга Данцовая, «Записки безумные оптимистские», и я знаю, что она может писать очень серьезно и между тем очень увлекательно. Теперь у меня эта книга есть в коллекции, и я жду, не ждусь, когда буду ее читать. И последняя книга, которую я тебе покажу, это «Сакура и дуб». То есть, если вспомнить описание, которое есть на сайте, то здесь рассказывается о японцах и об англичанах. Но не в перемешку, не сравнительный анализ, как я поняла, а книга придена на две части. Одна рассказывает о Японии, которая олицетворяет Сакура, и об англичанах, которая олицетворяет дуб. И поэтому она так и называется. Вот даже я открыла содержание. Смотри, здесь ветка Сакуры и перечень всякой всячины, которая рассказывается, в книге пишется. А здесь корни дуба. То есть, соответственно, уже об англичанах рассказывается. Отзывы об этой книге. Я сейчас купаю те книги, которые меня очень впечатлили. Когда я прочитала их в электронном варианте, либо авторов, в которых я уверена на 100%. То есть, это Акунин, Крапивин, Семенова, Алексеев, Задорнов и многие другие. Я имею в виду Задорнов, те его книги, где он пишет серьезно. Ну вот здесь я положилась в свою интуицию и на отзывы, которые я нашла в описании к книге. И это моя книжная посылочка. Все. Я на самом деле теряюсь. Что мне читать в первую очередь? Вот это? Вот это? Или любую книгу из Крапивина, из-под пера Крапивина? Я не знаю, с чего мне начинать. Да. Ну, пожалуй, все. Хватит. Давай обращаться. Я тебе желаю, чтобы ты всегда четко знала для себя, что для тебя приоритетнее и интереснее. И я пойду читать. Только я не знаю, что еще. Ладно, разберусь. А ты ставь в комментариях, чтобы ты начала читать первым из того, что я тебе показала. Спасибо. Спасибо.